Для тех, кто не хочет потерять нас из виду, в описании под видео я разместил ссылки на наши каналы в Дзен и Рутуб. Заходите, подписывайтесь. Здравствуйте всем! Сегодня у нас в ремонте ГБЦ БМВ. Эта головка достаточно распространенная и очень часто она бывает у нас в ремонте по причине образования в ней трещин. Трескается головка даже от небольшого перегрева и трескается потому, что стенки и перегородки в этой головке очень и очень тонкие. Осматривая нынешнюю головку, я без труда обнаруживаю подобную трещину даже визуально, хотя не исключено, что есть такие трещины и в других местах, которые визуально увидеть невозможно. Прежде чем приступить к работе, понятное дело, разбираю этот агрегат. Стандартно пронумерую клапан. Далее удаляют датчики, чтобы в работе их не сломать. Стоимость датчиков порой кусается и заведомо их портить совсем нет желания, хотя приступщику было бы меньше возни, если бы они стояли на месте. Однако для этого у него есть огромнейший комплект порченных датчиков, всяких затычек и всяких пробок. Подберет, закрутит свои. С обратной стороны головки нас ждет такой вот частокол шпиле. Их нужно будет удалить, они будут мешать сварщику, да и в печку вряд ли эта головка с этими шпильками влезет. Это, наверное, самая объемная головка по размерам среди легковых авто. Однако с их демонтажом я торопиться не стану. Сперва рассухарю головку, потому как могут возникнуть разные ситуации при дефектовке, и по ее результату клиент вполне может отказаться от дальнейших работ. Вот, к слову, здесь видна опорная площадка, она выглядит широко, а вот в этих местах и в самой головке толщина стенки совсем уж мала. Рассухариваю головку. Сперва обстучу магнитным трубчатым рассухаривателем тарелки клапанов, чтобы ослабить соединение. Далее с помощью моего незаменимого друга рассухаривателя струбцинного и магнитика для извлечения сухарей, разбираю клапанный механизм. После рассухаривания обязательно сравню клапаны пружин, стоящие на впуске и на выпуске. Я постоянно говорю вам об этом, потому как очень многие зачастую про это забывают и затем обращаются ко мне с просьбой уточнить, где и какие пружины стоят. Поэтому сравниваем пружины по количеству витков, навивки, диаметру проволоки и диаметру самой пружины, а также по высоте. Оценив это, удаляю пружины из головки. Здесь они одинаковые, что на впуске, что на выпуске. Теперь можно извлечь из головки и сами клапаны. Далее сниму со втулок сальники клапанов и обязательно оценю степень твердости резиновой составляющей сальника. По твердости резинки всегда можно сказать, сколько уже проехала головка от последнего ремонта. Здесь резинки еще в нормальном состоянии и, видимо, недавно меняли сальники или делали какой-то ремонт. Зачастую иногда привозят головку, снимаешь сальник, а он реально пластиковый. А клиент божится, что их только меняли или только делал ремонт. Здесь два варианта. Или клиент чего-то не договаривает, или его попросту нагрели на СТО. При этом взяли деньги за новые сальники и за неоказанную услугу по их замене. Не забываем снять подпружинные тарелочки, иначе после ремонта можно запросто их не досчитаться, раскидав эти тарелочки по всему цеху или утопив в опрессовке или в мойке. Извлекаю их из головки все тем же незаменимым магнитом. Вот теперь головку смело можно отправить в опрессовку. Опрессовщик зарядил ГБСФ-каретку опрессовочного стенда, подал воздух в рубашку охлаждения и опустил ее в ванную с водой, разогретой до 70 градусов Цельсия. Как видим, это дует трещина, которую я ранее визуально определил. Но, как мы видим, дует еще одна трещина в соседнем цилиндре, которая идет от впускного седла по впускному коллектору. Больше проблем замечено мною не было. Пока головка находилась в очереди и в работе у опрессовщика, я оценил состояние клапанов и втулок на износ. Проверил их набиение, оценил состояние сверел клапанов. В этой головке состояние запчастей мною было оценено на твердую четверку. Имея все результаты и по итогу опрессовки, я прикинул стоимость всех работ, включая, конечно же, работы по заварке. И согласовал эту сумму с клиентом. Получил от него добро на производство ремонта. Вот теперь же я и выкручу торчащие и мешающие мне шпильки. Демонтировав их изголовки, отдаю фрезеровщику на разрезку трещин станочным путем. Делает это Виталий, и сперва он удаляет изголовки седла, распустив алюминий по их краям. Теперь фрезеровщик зубьевым разрубает седла и поддевая со стороны удаляет их. Теперь он может дальше продолжать разрезку трещин на всю их глубину. Вот и здесь мы видим, насколько тонкая перегородка между рабочей частью и водяной рубашкой. Ну, а далее сварщик заваривает эти места. Подробно этот процесс я уже не раз показывал в других масштабных видео, поэтому здесь сей момент я пропущу. Это вот уже итоги завара. Опрессовка показала наличие целостности рубашки охлаждения, а поэтому следующим этапом у нас идет расстановление посадочных мест подседового клапана. Виталий, расточник координатно-расточного станка, ставит и крепит, приставляет по уровню головку на станке. Здесь, к слову, видны и те самые заглушки вместо выключенных мной датчиков. Опрессовщик их не стал выкручивать, ведь головку еще нужно будет пару раз опрессовать. Выставив головку и сняв все нужные координаты, токарь расточил в головке все заваренные места подседа и сделал промеры их размеров для нарезки новых седов. Токарь и также Виталий изготовил седово, а Виталий, который фрезеровщик, поставил их на место. Затем нарезал на них фаски, почистил, пошлифовал фаски клапанов и притер их все равно. Привалочную поверхность отфрезеровал. И вот такая красота получилась. Далее, обычное дело, сборка головки. Виталий ставит на втулки сальники клапанов фирмы Элоринг. Расставляет по притертым местам клапаны, накидывает нижние тарелочки, затем расставляет по своим местам пружины. вставляет в тарелочки сухарики и засухаривает клапанами. Засухаривая, конечно же, пальчиками. Слово говоря, это очень удобно делать, используя всякие стоматологические приспособления. Их у нас очень много. Всякие швайки, лопаточки, зеркальца и так далее. И вот теперь работа выполнена. А у нас для вас на этом пока все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, ответим. И без аварийных вам поездок. И без аварийных вам поезда.